Итопионы, что это за гибридный вид, посадка, размножение и уход за гибридами. Разновидностей пионов множество. Эти пышные цветы издавна ценятся садоводами. Одним из результатов работы селекционеров стали итопионы. История и особенности итопионов. Они были выведены японцем Тойче Ито в 1948 году, от его фамилии и произошло название. Итопионы. В наше время работы по выводу новых форм растения продолжаются, поэтому создана целая группа итогибридов, хайбрид, имеющих ряд преимуществ. Устойчивость к морозам, обильное цветение, развитую корневую систему, способность вегетативного размножения. Однако при всех достоинствах пион Ито гибрид обладает некоторыми недостатками условий содержания. Плохо переносит жару, более 25 градусов. Си, требует регулярного полива. Композиции из Ито пионов распространены в ландшафтном дизайне. Клумбы с цветущими растениями выглядят пышно и привлекательно, а в состоянии покоя растения служат фоном другим цветам. Обратите внимание, важное обстоятельство создания композиций, грамотное соотношение фактуры и цвета листьев. Также необходимо сочетать окраску единовременно цветущих групп. Сорта, пользующиеся наибольшим спросом у садоводов. Популярность Ито гибридов обусловлена крупными и пышными цветами с контрастным основанием бутонов, разнообразием видов, долгим периодом. Цветение и неповторимым запахом. Пион Скрамди для Апшес. Гибриды насчитывают более 40 сортов рода Пейниан Лат. Пион. Самые популярные из них. Пион Хиллари, хилые, полумахровый сорт, отличается глубоким розовым цветом с бордовыми вкраплениями. Период цветения 2-4 недели. Бордер Чарм. Бордер Чарм. Имеет лимонный аромат и выпускает бутоны бледно-желтого цвета, с красноватым основанием, среднего размера. Куст мелкий и широкий. Пион Бордер Чарм зимостойкий, холодам его листья становятся бордовыми. Скрамди для Апшес. Пион Скрамди для Мптиаус. Обладатель махровых, нежно-розовых цветков диаметром 15 см, возвышающихся над листвой. Срок цветения средний, до 2 недель. Пион Скрамди для Апшес. Имеет прочные стебли и листву устойчивую к болезням. Лолипоп. Лолипоп. Имеет красочные цветы различных оттенков и листья необычной полосатой окраски. Куст высокий и округлый, с большим количеством бутону, цветущих уже в мае. Аромат неярко выраженный, приятный. Крайне морозоустойчив, выдерживает до минус 35 градусов. Йеллоу Краун. Йеллоу Краун. Желтая корона встречается редко и примечательно необычным видом. За сезон на кусте распускается до 50 цветков 17 см диаметром, ярко-желтого цвета. Куст при этом небольшой, глубокого зеленого цвета. Лучше чувствует себя на солнце, цветет до 5 недель. Устойчив к морозам и засухе. Скарлет Хевен. Скарлет Хевен. Редкий красивый вид пышный куст до 70 см, высоту цветет до 1 месяца, бутоны распускаются поочередно и имеют сильный аромат. Устойчив к вредителям и болезням. Джубили, джубили, выпускает большие кружевные бутоны, 25 см, которые постепенно превращаются в нежно-белые цветки. Листья разнообразной формы, светло-зеленые. Срок активности сорта небольшой, около двух недель. Джубили требует подвязывания из-за большой высоты, 90-100 см. Гарден Трежер. Гарден Трежер. Оттеночное разнообразие велико, белые канари, розовые, коралловые цвета. Полумахровые бутоны до 20 см имеют яркий аромат. Высота стебли и садового сокровища до 120 см. Ширина куста до 1,5 метров. Не терпит даже короткого времени в тени. Джоанна Марлен, Йоанна Морлин. Среднерослый, аккуратный сорт 60 см. Необычные двухцветные бутоны, меняющиеся по мере раскрытия от темно-персикового до золотого цвета. Цветы полумахровые, 14-20 см. Срок цветения средний. Watermelon Vine. Watermelon Vine. Насыщенный темно-малиновый цвет завезения оставляет равнодушными коллекционеров. Большие благородные цветы в форме чаши с полупрозрачными лепестками дарят приятный аромат. Сорт устойчив к холодам и заболеваниям. Unique. Unique. Еще один представитель винных пионов. Цветы простые с заостренными двурядными лепестками. Имеют слабый, приятный аромат. Долго не портятся в срезе. Цветоводами ценятся и такие сорта, как Julia Rose, Julia Rose, Канарские бриллианты, Canary Brilliance, Bartzella, Bartzella. Темный глаз, Dark Ice, Memory Killis, Memory Slice. Выращивание цветка. Размножать этапионы сложнее, чем их травянистых собратьев. Корни у них довольно твердые, длинные, горизонтально расположенные, а семена удается получить редко. Посадка корневым черенкованием. Это самый распространенный способ посадки этапиона. Черенок. Маленькая часть корня растения, имеющая корешок и ростковый глаз. Их заготавливают с конца июля до середины сентября. Сначала растения надо очистить от старых корней и земли. Затем корневище разделяется на части длиной 5 сантиметров, которые замачиваются в растворе марганцовки на 2 часа для дезинфекции. После высыхания корни посыпают древесным углем и оставляют на 10 часов для образования корки на срезах. Далее можно высаживать черенки в почву. Глубина лунок около 5 сантиметров. Расстояние между ними – 20 сантиметров. При правильном уходе саженцы вырастают за 2 года. Подготовка грядки для посадки пионов. Посадка семенами – для селекции. Для прорастания необходимо использовать недозревшие семена растений, твердые, коричневые. Семена прогреваются песком до 30 градусов до появления почки. Высадка осуществляется в первой половине сентября. Первые ростки появляются спустя 3 месяца. Обратите внимание, семена пионов характеризуются низкой всхожестью, поэтому данный способ используется крайне редко. Время посадки – благоприятное время высадки травянистого многолетника начинается в конце августа и длится весь сентябрь. Почва не должна быть промерзшей, чтобы пионы могли укорениться до морозов. Выбор местоположения – для пионов выбирают место, где поблизости нет деревьев и кустарников. Не следует сажать цветок на участке с большой вероятностью затопляемости талой и дождевой водой. Отсутствие тени – важный пункт. Пионы солнца и любивые растения, их рост в тени замедляется, растение начинает болеть. Подготовка почвы и цветка для посадки. Грядка для этопионов должна быть подготовлена заранее для лучшей утрамбовки и оседания почвы. Ее размер – от 80 до 100 сантиметров, так как гибриды быстро разрастаются, а глубина лунок – 60 сантиметров. Гибриды растут на нейтральных и слабощелочных почвах. Почвенная смесь должна заполнить яму на 2-дрог-3. В нее следует добавить перегной и доломитовую муку. Пошаговая процедура посадки. Заблаговременно следует подготовить яму и саженец. На дно ямы надо уложить слой дренажа и удобренной почвы на 2-дрог-3. Почва увлажняется непосредственно перед высадкой. Саженец следует поместить под небольшим наклоном, чтобы все почки были на одном уровне. Саженец присыпается землей так, чтобы почки возвышались над ее слоем на 3-5 сантиметров. Посадка пиона. Уход за это гибридами. Итопионы необыкновенно выносливые растения, поэтому уход за ними совсем несложный. Полив и подкормка. Подкормки этопионов проводятся весной и осенью. Для этого можно использовать мочевину, залу, травяные настои. Гранулы мочевины рассыпают на клумбах в начале весны. Золой посыпать растения можно, как только растает снег. В мае можно удобрить пион травяным настоем. 1-8 предварительно полив водой или после дождя. Полив особенно необходим после цветения. Важно, чтобы почва не становилась пересушенной. От этого зависит образование будущих цветков. Важно. В жаркое время пионы поливают раз в неделю, расходуя по 2-3 ведра на куст. Мульчирование и рыхление. Осенью для лучшего удержания влаги пиону необходимо мульчирование. Подойдет любой рыхлый материал – кора, сено, камни, щебень, опилки. Для пионов лучше всего использовать именно камни, это послужит еще и декором. Мульчирование. Рыхление почвы нужно проводить осторожно, чтобы не повредить ростовые почки. На расстоянии 10-15 сантиметров от куста рыхления может быть более глубоким. Это действие помогает сохранить влагу и уничтожить проростки сорняков. Рыхлить почву нужно после каждого сильного дождя и обильного полива. Профилактическая обработка. Старые листья надо удалять и сжигать для предотвращения появления бактерий и вредителей. После этого растение обрабатывается раствором медного купороса или фитоспорина, а почва проливается раствором бордосской жидкости. Чтобы в почве не скапливались вредные насекомые и болезни, грунт вокруг куста перекапывается. Цветение гибридных пионов. Сроки цветения зависят от сорта и вида растения. К имеющим значение факторам относятся также особенности ухода и климат. И то пионы чаще полумахровые или махровые. Цветение начинается в конце мая-начале июня. Срок цветения, в среднем, 2-4 недели. После цветения и опадения лепестков куст с перистыми листьями остается декоративным до осени, там начинается период покоя. Уход во время и после цветения. Для правильного разрастания и цветения необходимо удалять первые бутоны, так как они ослабляют молодое растение. Нужно поливать цветущее растение обильно, но не часто. Перед началом цветения благоприятно скажется подкормка растения азота содержащими удобрениями и полив зольным раствором. Полезно очищать клумбу от сорняков и рыхлить землю. Осенью стебли обрезаются до уровня грунта. Молодые растения следует утеплить к зиме. Что делать, если не цветет, возможные причины. Причинами того, что гибрид не цветет, могут быть Неудачное место для посадки, влага Тень, маленькое пространство В таком случае поможет пересадка растения Диспропорция куста, большое количество почек и маленький корень Необходимо поделить и рассадить растения для разрастания корневища Частая пересадка истощила растения Способом решения этой проблемы будет определение клумбы и отсутствие перемещений на протяжении нескольких лет Кислая почва Необходимо поменять состав грунта известкованием Болезни или вредители Проблему сможет решить использование специальных химических или травяных составов Цветение пионов Пионы после цветения Эта гибриды выглядят очень эффектно и после цветения, благодаря своей листве, которая начинает отмирать лишь с наступлением достаточно сильных холодов В это время следует заняться их пересадкой, обрезкой, подготовкой к зиме Пересадка Корневая система этапионов обширная и растет с годами Пересаживать лучше 4-5 летние окрепшие растения и рассаживать их по одному разу каждый последующий 3-4 года Пересаживание проводят в сентябре, когда растение отцвело Верхнюю часть пиона отрезают до корня, а сам корень подрезают до длины 10-15 см под углом 45 и разделяют на части После этого необходимо выполнить действие обычной высадки Важно! Будьте осторожны при выкапывании корней Куст надо расшатать, прежде чем вытаскивать Обрезка Здоровую листву не надо торопиться обрезать, так как за осень питательные вещества достигнут корней Цветоносы, засохшие и пожухлые листья обрезаются в первых числах сентября В конце ноября остальные листья подрезают на уровне почвы, секатор при этом держит параллельно с землей После обрезки почву мульчируют и посыпают золой Подготовка к зиме И то пионы, несмотря на морозостойкость, все же требуют специального зимнего укрытия Иначе они будут подвергнуты промерзанию почек и корневища Для утепления растения необходимо провести мульчирование почвы высотой не менее 10 см Укрыть пион можно прелым навозом, травой и листьями При стойких холодах можно использовать специальные укрытия, болезни, вредители и способы борьбы с ними И то пионы имеют иммунитет к вредителям и болезням Но несмотря на это, могут подвергаться следующим болезням и нападениям насекомых Тля селится на побегах и вокруг бутонов растения Питается его соком и ослабляет его Избавиться от нее можно с помощью мыльной воды Бронзовка Жук питается листьями, стеблем и лепестками растения, не позволяя ему зацвести Можно побороть с помощью отваров из пижмы, одуванчика и полыни или добавлением специальных химикатов в грунт Муравьи Наносят урон бутонам и корневой системе растения Можно избавиться, используя химические препараты, но это может отпугнуть пчел Листовая пятнистость Разновидность грибка, поражающая внутреннюю и внешнюю сторону листьев Растение покрывается характерными споровыми пятнами Поможет удаление зараженных листов и обработка здоровых борной жидкостью Ржавчина покрывает листья пятнами бурого цвета Спасением может стать удаление пятнистых листьев и обработка бордоским раствором Серая гниль Появляется весной и поражает все части растения плесенью Быстро распространяется в сырость Необходимо пролить куст суспензии террамы и срезать все пораженные части растения Больные листья И топионы отличаются непредсказуемостью красок своих цветков и фантастическими вариантами их сочетания Цветоводы ценят эти растения не только за красоту, но и простоту выращивания